Меня зовут Андрей, я алкоголик. Я не приглашенный спикер, я один из вас. Я думаю, что многие из вас меня знают. Хочу сказать спасибо всем, кто приехал, кто оставил праздничный день, свои семьи, свои дома, приехал сюда. Отдельное спасибо друзьям, которые организовывают это. И это тоже работа по 12 шагу. Я об этом буду говорить. И вот те, кто пришел, приготовил, пришли пораньше. Необязательно, что это люди именитые, с большими сроками трезвости. И вот я, пользуясь случаем, у нас сегодня такое знаменательное событие. Вот у Оксаны, которая помогала нам готовить салатик. Иди сюда. У нее сегодня 3 месяца трезвости. Такую красивую медальку. Ты знаешь, какая у нее функция есть. Видишь, зеленый свет. Зеленый свет выздоровления. Первое было красный, стоповка были нет. Второе, там, оранжевый такой, на 2 месяца. А это зеленый свет выздоровления. Вы должны приходить. У нас сегодня тема такая, отдаваем и получаем. И вот действительно, 12-й шаг, спонсорство, служение. В общем-то, что такое работа по 12-му шагу. Ну, я давно в этой теме. Когда-то очень давно мне объяснили, когда я там, я не помню уже, что я именно делал. Расставлял стулья, убирал мусор или что-то, наверное, на группе. Кто-то мне сказал, что ты очень хорошо работаешь по 12-му шагу. Я очень удивился. Что это такое? Я тут вообще трезвости всего ничего. Я еще не понимаю, что здесь происходит. какая-то нафиг работа по 12-му шагу. Сегодня я знаю, что нет неважных служений, нет ничего, что бы мы не делали, что действительно не важно и не является работой по 12-му шагу. Потому что не все, наверное, умеют красиво говорить, так как Паша. и прийти, купить кофе на группу, сделать кому-то кофе, приготовить чай или расставить стулья или убрать после группы, это тоже работа по 12-му шагу, потому что без кофе, без угощений, без салатиков мы здесь не будем собираться. Это все как бы, это все в копилку нашего выздоровления. И, в общем-то, отдаваем и получаем. Ну, для меня это было вообще удивительная такая история. И я пришел сюда из-за своих проблем, из-за своего алкоголизма. Я хотел бросить пить и уж точно я не думал, что мне придется заботиться о других и думать вообще о других. Ну, я же тут подыхаю от алкоголя, а вы тут профессионалы. Ну, научите меня, как правильно пить. То есть, вы же анонимные алкоголики. Ну, или как бросить пить. А когда я уже добрался к такой вещи, которая называется книга «Анонимные алкоголики» и начал читать прямо с самого начала. Вот что пишет Билл? В своем рассказе. Пока я лежал в больнице, я думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые были бы рады получить то, что так легко получил я. Возможно, я сумел бы помочь некоторым из них. Они смогли бы помочь другим. Мой друг, ну, имеется в виду, кто в курсе, имеется в виду Эбби. Мой друг подчеркнул абсолютную необходимость руководствоваться этими принципами во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. Вера без дела мертва, говорил он, как это верно по отношению к алкоголикам. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущее испытания и преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Тогда уж вера будет действительно мертва. Так обстоят дела с нами. И вот действительно, собственно говоря, работая с другим, мне говорится уже в первом шаге. Мне придется заботиться о других, мне придется работать с другим. Я очень долго, честно говоря, не понимал, мне нужна помощь, у меня проблемы. Понятно, что Паше надо помогать другим, он и выглядит так, как будто ему надо. Я думал, что мне это совсем не нужно. Я решил свои проблемы и вообще я думал, ну, бросить пить, это как бы, вот это была для меня самоцель, а остальное в моей жизни наладится автоматически. Ну, как оказалось, анонимные алкоголики меня обманули, я пришел к ним с одной проблемой, а вышел целым борохом. И оказалось, что бросить пить это только начало, это только первый шаг. Это даже, а если точнее, первая часть первого шага. да, как бы, вот, и действительно, со временем, да, у меня это взяло много времени, я надеюсь, что, я не хотел брать никакие служения, я хотел только для себя, я делал программу из двух шагов, я не бухал, ходил на группы. ну, еще я очень много посещал таких семинаров интересных, слушал спикерские, очень много умничал, вот, но я не хотел брать никаких служений, тем более подспонсорных, да, в общем, очень долгое время, да, но в конце концов, алкоголь меня убедил, что действительно, вера без дел мертва, да, и отказавшись от такого рода деятельности, я снова начал пить, это действительно было так, чуть не умер, и вера без дел была действительно мертва, и когда я уже вернулся после там очередного своего захода, я давно в этой теме, да, как Паша меня назвал, один из ветеранов русского движения, анонимных алкоголиков, но не по сроку трезвости, срок трезвости у меня сегодня, какой, наверное, сегодня 16-е, 14 дней, 7 месяцев 4 года, как я, спасибо, то есть, а в анонимных алкоголиках я где-то с 2011 года, то есть, срок несоизмеримый, да, ну, почему, вы все знаете, потому что у нас считается только подряд, да, это прогрессирующая рецидивирующая болезнь, и у меня были эти рецидивы, но когда я действительно вернулся, и тогда я уже понял, что, ну, нет у меня другого выхода, да, мне придется делать работу по 12-му шагу, мне придется брать служение, мне придется передавать то, что дали мне, бесплатно, да, и вот еще одну маленькую фразу процитирую, да, опять же, это все касается то, что я цитирую, первого шага, да, на 19-й странице книги «Анонимные алкоголики» есть такая фраза, да, о самом наше существование, в скобках открывается, а мы люди в прошлом, заупотребляющие спиртными напитками, зависят от нашей постоянной заботы о других, и от того, в какой степени мы можем быть им полезными, вот от чего зависит мое существование, мне это долго, мало непонятно, это как, мое существование зависит от постоянной заботы о других, и от того, насколько я им полезен, да, ну, сегодня, слава Богу, у меня есть там таких возможностей, а я убежаю, у вас у каждого есть такие возможности, кто начинает эту деятельность, тем более, с таким, как Пашей не пропадешь, если у вас мало служений, Паша вам найдет еще, вот, вы не переживайте, была бы шея, хомут найдется, да, и с чем на этом подвели? И по поводу служений, то же самое, хоть и жить умеешь служить, кстати, в прошлом году мы на эту тему проводили семинар, да, и вот служение, да, трудности, бывают трудности, действительно, да, вообще вот то, что все, все, что основано на альтруизме, да, все, что мы делаем бесплатно, да, это как бы тяжело от людей требовать, да, мне-то кажется, что, ну, вы не такие, вы не так это делаете, да, вы недостаточно делаете, да, и глава моя рассказывает, ну, давайте, давай покритикуем их всем, расскажем всем, кому что надо делать, да, не, 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 меня тоже получили в 노래�ом алкоголиком, прежде всего, благодарны, да, и спонсор мой, он тоже не дает мне, это, прежде всего, благодарны, поблагодарить человека, потому что, мы делаем это, дело и бесплатно, да, мы делаем это бесплатно, мы делаем это во имя нашего единства, да, во имя нашей первой традиции, да, на сегодня я действительно готов делать много, да, для того, чтобы, Потому что я знаю, что наше единство – это очень важная вещь. Я отвечаю за это, для меня это сегодня не пустые слова. Если кто-либо, где-либо в беде, и всегда будет рядом. И я знаю, что сегодня это моя ответственность. Моя ответственность группа, моя ответственность все сообщество. Ну, понятно, я не держу все сообщество на своих плечах. Но от того, что делает каждый из нас, в том числе от того, что я делаю я, зависит от того, что будет ли тому новичку, тому страдающему алкоголику, который сегодня или завтра протрезвеет и попросит о помощи, или даже не очень протрезвеет, придет сюда, чтобы ему было куда прийти, и чтобы были те люди, которые его там встретят. И в том числе я надеюсь, что я буду один из этих людей. Не буду много говорить, у меня сегодня, честно говоря, очень много всяких регалий и должностей. Да, я буду анонимных алкоголиков. Но поверьте, на всех хватит. И я этим не кичусь. Действительно, если надо купить кофе и расставить столы, и вынести мусор, я буду это делать тоже. Независимо от своих должностей и регалий. Потому что я знаю, что это необходимая работа, и от этого зависит мое существование. И я получил, а я получил очень много анонимных алкоголиков. Я очень много научился в анонимных алкоголиках. Причем до такого, как я, доходит тяжело. Когда я к вам пришел, вы, оказывается, не хотели от меня ничего. Никаких ни денег, ни престижа, ничего. Просто сказали, любим тебя, продолжай приходить. И вот с этого все началось. Я почувствовал вот это отношение. Действительно. И мне захотелось сюда возвращаться. Мне захотелось сюда приходить. Я надеюсь, что те, кто придут к нам сюда впервые, тоже почувствуют вот это, вот то, что почувствовал я. И им захочется сюда приходить. И я абсолютно уверен, что с нами есть, здесь, на этой встрече, присутствует Бог. Ну, я называю это высшей силой, как угодно называйте. Здесь есть с нами Бог, да. Да обретете вы его ныне, как говорится. И все, наверное, да. А минута у меня еще есть, да. И вот еще раз поблагодарю тех, кто не облечен регалиями, там, большими служениями и срокам трезвости, но которые принимали участие в организации вот этого вот мероприятия, там, молча резали салатики, что-то покупали, да. И уверяю вас, ребята, это отличная работа по 12. к 20-му шагу. Спасибо вам большое. С Богом! Спасибо. Следующий спикер у меня, Стима. Стима, добро пожаловать. Здесь мы 12 минут. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий, я алкоголик. Привет, Дмитрий. Очень рад, на самом деле, видеть очень много знакомых лиц. Есть люди, которых вижу первый раз. Тем не менее, действительно рад присутствовать на этом событии. О том, что мне будет предоставлено слово, я узнал буквально за пару-тройку часов. Как бы, тем не менее, как бы не готовясь, скажу просто от себя, от сердца, от души. Тема по теме отдаваем и получаем. До знакомства, вернее, с анонимными алкоголиками, пребывая вот в этом состоянии пьяного идиотизма, даже не опьянения, а идиотизма, да, вот как бы, о каком служении я вообще мог думать, или о как я мог думать о том, что еще кому-то что-то отдавать. Я и сам был разбит полностью, от меня не осталось целого человека. Придя сюда и начав постанавливаться понемногу, начав читать литературу, начав общаться с людьми, которые впереди идущими, я начал открывать для себя, сначала, в первую очередь, для себя перспективы вообще этой программы, этого движения. И дальше мне захотелось просто как бы донести еще до людей, которые страдают, потому что у меня очень много знакомых людей, которые действительно страдают, которые не могут присоединиться, которые вообще не могут понять, на каком они свете. Они потерянные, потерянная цель в жизни. И на самом деле, на самом деле, мне действительно очень сильно импонирует вот эта вот возможность, как бы действительно быть, быть полезным просто. Опять-таки, правильно, как Андрей сказал, то же самое расставление стульев, там, или делание, делание, там, закупка каких-то вещей, это мелочи приятно. Самое интересное, самое интересное, что вообще абсолютно не возникает вопрос, вот этот, который обычно там, а почему я, а я делал это в прошлый раз. Этот вопрос не возникает, потому что здесь это делается для близких и родных людей по духу, это делается в первую очередь, я делаю это в первую очередь для себя. И то удовлетворение моральное, которое получаешь от этих действий, оно, конечно, нельзя его оценить ни в деньгах, ни в чем. То, от чего я бухал, ну, это действительно я буду называть своими словами, то, от чего я бухал, бухал от одиночества, от ненужности, от вот этого вот, как бы, от потерянного смысла и цели в жизни. И вообще желание жить, оно опять действительно проснулось здесь, в анонимных алкоголиках. Опять-таки это огромная, огромная, огромная заслуга тех людей, которые меня здесь встретили. Именно встретили, окружив заботой и вниманием. За много лет я могу уверенно сказать, что у меня появились друзья. У меня появились друзья по духу, с которыми я могу пообщаться, с которыми я могу пошутить, с которыми я могу обсудить какие-то моменты, такие проблемы, которые меня волнуют, чисто как-то вот по-человечески. За долгое-долгое время. И вообще сообщество анонимных алкоголиков действительно для меня стало, без преувеличения, я скажу, для меня стало семьей. Реально семьей. Потому что получилось так, что люди, которые присутствуют здесь, в частности, они стали для меня намного ближе, чем семья по крови моя. И соответственно, чтобы выразить хоть какую-то, как-то выразить свою благодарность, конечно, мне хочется помогать. Мне хочется помогать и на своей группе, и мне хочется помогать людям, которые нуждаются. Очень много людей, с которыми я общаюсь, которые очень боятся, стесняются прийти. Ну нет вот еще. Очень много приходится общаться с такими людьми. И я, честно говоря, рад этой возможности. И очень рад, когда люди, например, после общения со мной все-таки приходят на группу. Дольше я, наверное, не буду просто рассказывать. Все основные моменты я все-таки как бы донес. Могу сказать то, что анонимные алкоголики, вообще сообщество наше, это действительно, это правильное сообщество. И благодаря этому сообществу я сегодня живой. Люблю вас, друзья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет. Меня зовут Алла, я алкоголик. Для меня честь вообще выступать здесь, потому что я только недавно в Израиле. И я благодарю, что пригласили. Это очень ценно, потому что отдавать, это всегда большой подарок от Бога. И я многих еще не знаю, но некоторых уже знаю, людей. И я хочу поздравить тебя с тремя месяцами трезвости, потому что я очень благодарна, что сегодня озвучила свой юбилей, потому что мне всегда кажется, что все и так уже все знают, что можно еще рассказать, что такое предубеждение, что никому ничего нового нельзя ожидать. Но это всегда заблуждение, потому что Бог не просто так дает такие возможности. И я всегда слышу весь, независимо от того, сколько у кого трезвости. И мои подопечные на сегодня, они дают мне очень много. И порой я слышу ответы на свои вопросы от них именно. Потому что каждый раз, каждый раз, заходя на новый круг, когда я отдаю шаги, я книгу по-новому понимаю каждую строчку. И порой я слышу те истории, которые ложатся мне все с новым и с новым открытием. Это постоянно обмен информацией, обмен опытом. И Бог так работает для меня через людей. И когда я начинаю работу со своими девчонками, я всегда говорю, что это не то, что я тебе только отдаю. Это не в одну сторону работает. Это всегда работают две стороны. И мы с тобой в равных условиях. То есть я тебе отдаю то, что мне когда-то дали, но ты мне даешь не меньше, потому что только так я могу, во-первых, остаться трезвой, во-вторых, я по-новую знаю Бога, я постоянно должна его искать. И благодаря этому только вот этот вот источник, он освежается и не дает мне затухнуть вот в этой моей болезни. И я, потому что моя больная голова, она меня всегда уводит в старое состояние. И я не могу ничего не делая, не отдавая, выздоравливать. Потому что, ну это эскалатор, вот такой пресловод, по которому я качусь вниз. Если я не делаю усилий, не иду вверх. Я когда пришла в сообщество, первое, конечно же, что я не хотела делать, это 12-й шаг. Потом мне не нравились второй, третий шаг. И я решила, что я буду выбирать. И, конечно же, это было заблуждение. Мне говорили о том, что все равно тебе придется, если ты хочешь оставаться трезво, а еще и быть счастливой, тебе придется делать все 12 шагов. Потому что программа это не шведский стол, где можно выбирать, что-то делать, а что-то не делать. И я очень долго ходила сначала на группы просто. И не брала спонсора. И это моя ошибка, я сейчас понимаю. Ну такой у меня опыт, это просто продлевало это какое-то несчастное существование. Как мне понравилась фраза, я услышала, что хождение на группы без программы, это не нужная суета перед запоем. И на самом деле я слышала, чем меньше я хотела делать 12 шаг, тем больше я о нем слышала. И в итоге я понимала, сначала это было на страхе, что мне придется его делать, если я хочу остаться трезвой. И пока я не прошла шаги, я уже тогда нашла спонсора, я начала спрашивать, а как же мне быть полезной. Да, я могу ездить в больницу, да, я могу помогать, разговаривать с новичками, но еще и служение. Да, мне она сказала, дебили служение на группе. И я вообще не хотела служить. То есть я не понимала, зачем собираются эти люди, какие-то рабочие собрания, взрослые дядьки, им что делать нечего, у них что, семей нет вообще, больше мне там заняться нечем. Но я стала приходить, потому что я понимала, что по-другому никак. И только тогда, кстати, когда я взяла первое свое служение, я почувствовала себя по-настоящему частью целого, чего у меня никогда не было. Всегда были они и я везде, вообще в любой компании, в любой сфере жизни. И в сообщество, несмотря на то, что я ходила на группы, я все равно считала, что это они, потому что они что-то делают, о чем-то говорят, а я этого не понимаю. И вот только когда я взяла служение, я поняла, что это стало мы, да, вот это вот мы, когда у нас одна общая цель, общее решение. И тогда я поняла, что да, это моя семья вторая, да, буквально. Буквально первая, наверное, потому что та семья, которая у меня была, мне там было все еще сложно на тот момент. Вот, и благодаря вот служению, и потом уже, да, когда я прошла программу и стала отдавать, я почувствовала вот это полноценное, да, состояние, вот работу всех этих 12 шагов. Даже когда я их прошла, это все равно только одна часть, да, потому что только когда я их начала отдавать, вот когда они заработали в истинном свете, и я поняла, о чем это. Так интересно всегда происходит, да, сначала мы делаем как будто, потому что не понимаем, как это работает, а когда испытываем это на своем опыте, то понимаем, а вот о чем оно вот это, да. То есть через ощущения только можно это понять. И вот как тут было зачитано, да, когда Билл сказал, что он в больнице проснулся только на третий день, или там понял, да, как же другие алкоголики, я вообще не представляю этой степени альтруизма, то есть это просто дар Божий. Мне приходилось сначала усилиями все это делать, доставлять себя и, ну, делать действия, да, я этого не хотела, я не могу сказать, что у меня появилось огромное желание, потому что моя натура эгоистическая, она всегда впереди меня идет, она и сейчас продолжает вперед меня выходить, но я знаю уже, что делать с этим, да, и у меня есть четкие инструкции. Но потом, когда я поняла, как оно работает, я поняла, что я хочу это делать, да, то есть вот как у нас в «Анонимной алкоголике взрослеет» в книге написано, что просто по традициям, да, когда мы проходим материал, что сначала мы это делали, потому что мы боялись, а потом мы это стали делать, потому что мы этого захотели, потому что это приходит ощущение, как оно работает. И у нас 12-й шаг применяется во всех сферах жизни, да, благодаря сообществу я учусь и в жизни быть полезной, потому что только так я вообще чувствую, что я в этой жизни для чего-то нужна, что Бог меня не просто так здесь оставил, да, что я полезна и только так я наполняюсь, потому что когда я живу с позиции «только брать», это не наполняет меня, все равно вот эта дыра остается, она полетает сквозь меня, да, я получаю подарки Бога, да, я им радуюсь, но это ненадолго. Вот когда я отдаю и когда я вижу, что это как-то кому-то помогает, вот это какой-то ложится прямо основой. И я могу сказать, что у меня уже в трезвости были такие ситуации в жизни, когда я прямо понимала, что все, вот если я не буду это делать, я не вынесу, да, то есть я понимала, что быстро эти чувства не пройдут, что я буду какое-то время находиться вот в этом состоянии страдания, да, это какие-то события служили в жизни этому. Но я помню прямо момент, когда я первый раз упала на колени и попросила Бога «Боже, помоги мне быть полезной», то есть я не просила «забери это состояние», я не просила сделать так, чтобы мне было лучше, потому что я знала, что оно такое будет, да, и какое-то длительное время. И тогда вот я прям искренне попросила, я понимала, что там, где все остальные средства весильные, да, мне поможет только работа с другими алкоголиками. И это был период пандемии, и я была еще в изоляции, потому что я сама болела, и я понимала, что мне не выйти из дома. И он меня начал просто закидывать какими-то спикерскими онлайн, какими-то звонками, то есть подопечными. Я начала на него злиться, что ты мне не даешь пострадать вообще ни минуты, то есть у меня вообще не было ни минуты свободного времени. Но я сейчас понимаю, я так благодарна ему за это, потому что без этого я бы просто не выжила. И я теперь знаю, вот это вот лекарство, оно 100% работает, что если мне хреново, я ничего не могу с этим сделать, да, я все предприняла действия, о которых мне говорит программа, остальное остается это отдавать, и Бог решит все мои вопросы. Наверное, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наша. Покупаем пикером, у нас сейчас упал перерыв, 15 минут, есть объявление какое-то, подходим, смотрим книжечки, выбираем локацию, календаринку. Ребят, еще у нас, если вы обратили внимание, в расписании написано, последняя наша сессия, это опыт собравшихся. Пожалуйста, подходите к Марине, записывайтесь. Хорошо, чтобы у нас был список, чтобы мы могли знать, сколько вам времени дать на то, что вы поделитесь. Хорошо? И опять же, да, вот как у нас сейчас получилось, у нас там будет, может быть, кто-то раньше закончил, кто-то позже, да. Мы тогда из этого списка возьмем человека, и он продолжим.